Это выводит конфликт на новый уровень. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, какое обращение удивило всех таджиков. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого интересного. Принц Карим Агахан, четвертый лидер исмаэлитов мира, заявил, что обеспокоен обострением ситуации в горно-бадахшанской автономной области Кбао Таджикистана. В своем послании он призвал своих последователей в Бадахшане решать конфликты путем диалога и в духе уважения и взаимопонимания. По информации источников, текст послания был зачитан 19 мая в исмаэлистской общине Таджикистана. Аналогичное обращение лидера исмаэлитов было распространено в январе этого года после ноябрьских событий 2021 года. Ситуация в Хароге и Рушанском районе Кбао остается напряженной. Власти обвинили протестующих в членстве в организованных преступных группировках и оказании вооруженного сопротивления. Жители говорят, что вышли на улицу в защиту своих прав, так как в течение нескольких месяцев на них оказывалось давление. Лидер исмаэлитов сказал в своем послании, «Как имам я призываю свою таджикскую общину сохранять спокойствие, соблюдать законы страны, воздержаться от любого насилия, беспорядка в незаконной деятельности или любых других действий, которые могут подставить под угрозу их благополучие». Принц Карим Агахан также призвал своих последователей не прибегать к насилию, всегда сохранять традиции нашей общины, жить в мире со всеми соотечественниками и вносить активный вклад в развитие своей страны. Жители Кбао отрицают свою причастность к беспорядкам и нарушениям правопорядка и обвиняют силовиков в их притеснении. Таджикские власти такие обвинения не приемлют. В конце своего послания Гахан IV сказал последователям исмаэлитам в Таджикистане, что при необходимости он направит дальнейшие указания через общину. А как вы относитесь к такому обращению? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также Human Rights Watch выступила с заявлением, в котором выражает обеспокоенность последними событиями в Горно-Бадахшанской автономной области и призывает расследовать факты насильственного подавления протестов и привлечь виновных к ответственности. Организация также призвала Душанбе уважать свободу выражения мнений и право на проведение мирных митингов, а также обеспечить доступ к информации, в том числе и доступу к интернету. В заявлении Human Rights Watch говорится, в частности, что правительство Таджикистана должно выполнять взятые на себя обязательства уважать и защищать право человека на жизнь, свободу мирных акций протеста и СМИ во время любой военной операции в регионе. Власти должны предоставить площадку для конструктивного диалога с протестующими, воздерживаться от чрезмерного применения силы и обеспечить законное обращение со всеми задержанными, отмечают авторы заявления. В заявлении Human Rights Watch упоминается и об отключении интернета в Бадахшане и давлении со стороны властей на СМИ, освещающих события в ГБАО. Во второй половине дня, 16 мая, после того, как в Хароге произошли протесты, в ГБАО был отключен доступ в интернет и телефонная связь с регионом. Из-за этого неизвестно, какова текущая ситуация в области. На 18 мая МВД Таджикистана заявила, что ситуация в Рушане спокойная. Human Rights Watch обращает также внимание на давление властей на агентство Азия+, которое было вынуждено воздержаться от освещения событий в ГБАО. 17 мая Азия+, объявила, что под давлением властей воздержится от публикации статей о событиях у Горно-Бадахшанской автономной области, которые могут стать причиной ее закрытия. В заявлении также говорится о нападении неизвестных лиц на журналистов Душанбе. Заявление Human Rights Watch опубликовано вслед за совместным заявлением послов ряда западных стран в Таджикистане, которые выразили глубокую обеспокоенность по поводу сообщений о внутренней напряженности, ожесточенных столкновениях и человеческих жертвах в ГБАО. Также особым сделали акцент на то, что спустя почти 48 часов после нападения на журналистов, несмотря на подачу заявлений в МВД, виновные в нападении не были установлены и задержаны. Нет никакой информации об украденном оборудовании этих журналистов. Сотрудники отделения милиции столичного района Сино-2, которая ведет расследование, не отвечают на телефонные звонки. Тем самым власть подавляет справедливость и пытается скрыть то, что происходит в стране. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И как вы думаете, предложения Human Rights Watch помогли бы нашему правительству успокоить ситуацию? Напишите нам, пожалуйста, в комментарии у нас. Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.